Попасть на занятия в свой спортивный зал Дмитрий Никитин не может уже больше недели, а вместе с ним еще несколько десятков любителей здорового образа жизни. Все ребята стали заложниками спора двух хозяйствующих субъектов. Сегодня администрация торгового центра, где владельцы спортклуба арендуют помещение, попросту закрыла для владельцев вход в здание. Пока они не могут даже вывести отсюда оборудование, тренажеры и другой инвентарь. 4 числа мы подготовились к соревнованиям по функциональному многоборью. И 5 числа люди приехали, спортсмены, здесь судьи, и нас сюда не пустили. Это было сделано специально администрация комплекса и с собственниками этого помещения. Помещение в этом торговом центре спортивный клуб арендует больше полугода. Все это время, по словам арендаторов, к ним были претензии со стороны собственников здания. Начали писать нам претензии, что мы разрушаем здесь здание, кидаем гири, хотя договор был заключен официально, зарегистрирован в Росреестре, и назначение помещения было указано организацией здесь фитнес-клуба. У директора торгового центра Артема Мубаяджана своя версия этой истории. По его словам, этот конфликт длится не один день. К дирекции спортклуба неоднократно поступали замечания от других арендаторов здания о том, что спортсмены занимаются очень шумно. От грохота тяжелого инвентаря расположенные рядом офисы и помещения буквально ходят ходуном. Также нарушаются правила оплаты аренды. Вот представьте себе, вы живете, и вот вам на голову кидают такую штамму. Какие у вас будут ощущения? Приятные будут ощущения? Как вы думаете? Причем не один человек. Там собирается группа, там собирается несколько человек, и соревнуется между собой, кто больше и дальше возьмет и кинет. Прокомментировать ситуацию, кто прав, кто виноват в этом конфликте, и как поступать к бизнесменам, оказавшимся в подобной ситуации, мы попросили уполномоченного по защите прав предпринимателей Марину Шемелину. В этой ситуации уполномоченный не может принять какую-то из сторон предпринимателей. Как защититься? Ну, прежде всего, я думаю, что защищаться нужно было, наверное, раньше, при заключении договора. Вот предприниматели, к сожалению, не все радуют, что сейчас уже начали это делать, но далеко не все обращают внимание, когда подписывают договоры. Будь то договор аренды, будь то договор даже кредита, и то не очень внимательно подписывают. И именно в этом договоре нужно было описать все пункты. Ведь предприниматель, когда заключал договор, он понимал, чем он будет заниматься в этом помещении, каков режим работы в этом помещении. Только внимательный подход на стадии заключения договора может оградить двух предпринимателей от любых конфликтов, подчеркивает Марина Шемелина. Сегодня администрация торгового центра и дирекция спортивного центра доказывают каждый свою правду в арбитражном суде. А спортсменам просто приходится ездить в другой клуб. Абонементы им не заморозили. Олег Завьялов, Светлана Садовая, Даниил Клёва. Новости на восьмом.